В 1992 году жители нашего города могли познакомиться с произведениями не только работами, которые хранятся в музее, в музейной коллекции, но и с коллекциями из других городов, в том числе Донецкого областного художественного музея. В то время привозили выставки из Украины, из Казахстана, Грузии. Экспозиции менялись постоянно. А вот руководила тогда в этом большая заслуга Пашпора Иссы Ивановны. 28 лет она руководила художественным музеем. К сожалению, она не смогла приехать на наш юбилей по личным причинам. И вот через Министерство культуры УССР и дирекцию художественных выставок она выбирала лучшие произведения с выставок и пополняла фонды нашего музея. И в это время фонды музея пополнились произведениями казахстанских художников. При ее руководстве проходили вернисажи в музее, проходили музыкальные и поэтические гостиные, встречи с художниками, вечера романсов. Людмила Борисовна Броновицкая, которая работала после Райсы Ивановны, уделяла большое внимание просветительской деятельности и научно-исследовательской работе. Вы знаете, вот я хочу сейчас сказать о сотрудниках музея. Они постеснялись выйти сюда на импровизированную сцену. Но мне хочется о них сказать. Замечательный коллектив единомышленников. Можно попросить? А вот. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста. Как и великие музеи. Вам аплодировали. Выходите. Пожалуйста. Выходите, пожалуйста. Выходите. Выходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Выходите. Нет. У нас коллектив 14 человек. Выходите. Вы знаете, мне особенно хочется сказать о Банне Степановне Андреоновой. 50 лет она работает в Грузии. Давайте. В настоящее время работает кассиром очень ответственный человек. Вы знаете, вот никогда не откажет в помощи, в поддержке. Встречает всегда людей с улыбкой, очень доброжелательной. И все вспоминают ее теплыми словами. Я говорю, что женщина, может, даже имени отчества не знает. Но когда уходят, встречают меня, говорят, такая приятная женщина. Вот со светлыми волосами встречала, всегда улыбает. Спасибо вам огромное.